17 июля 2018 года, семинар, посвященный столетию убийства царской семьи. Сегодня 17 июля 2018 года, первая часть семинара. Господи благослови. Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Господу. Так, нет, еще. Надеюсь, меня слышно. Да, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Сегодня я провожу семинар. Сегодня 17 июля 2018 года, исполнилось ровно 100 лет со дня одного из преступлений большевизма, коммунизма, расстрел царской семьи, уничтожение последней семьи, вот последней царской семьи российской империи, дома Романовых. Царь Николай II, да, значит, и его жена Александра, их дети, их приближенные были казнены, были убиты. Вот, и этот семинар сегодняшний, вот, на три части разделил я. Да, шалом, да, Милана, да, приветствую вас, слава Богу. Я думаю, что семинар этот очень будет важен, как для христиан, так и для нехристиан. Спасибо, что раскрываете, да. Дело в том, что идея вот этих семинаров, цель, как бы, этих семинаров всех, которые провожу, библейски раскрывать историю, библейский взгляд, как бы, божьим, как бы, взглядом увидеть то или иное событие. Мы выросли в Советском Союзе. И я помню, как, допустим, в школе, я всегда любил историю, в школе, допустим, значит, если вспоминался царизм русский, русский и последний русский царь, то, ну, ничего хорошего не говорилось. Говорилось только лишь все гадкое, плохое. Вот, значит, и теперь другое время, теперь другие песни, как бы, и, значит, на уроках по истории с сегодняшним школьникам обратно говорят только, значит, только хорошее о последнем русском царе, значит, там, потому что сейчас огромная пиар-компания, значит, такая религиозно-политическая компания по созданию, как бы, такого культа царя Николая, как мученика. Проповедовался именно эту тему, интересно тебе вас послушать. А, слава Богу, да. И дело в том, что, да, я, конечно, конечно, как бывший традиционный православный священник, священнослужителем я православным стал больше 30 лет тому назад. Тогда, в конце 80-х годов, 87-88 годы, знаете ли, в то время я погружался, будем так говорить, в традиционное православие. И общался с разными священнослужителями. И мой духовный отец тогда, отец Иоанн Квитович, метрофорный протвирей, Орловско-Брянская тогдашняя епархия, нынешняя Орловско-Левинская, в Центральной Европейской России, в селе Лепешкино, там я начинал свое служение чтецом. И, знаете, друзья, в то время я, конечно, общался с разными священниками, верующими, неверующими, религиозными и малорелигиозными, разными, искренними, лицемерными, всякими. И я понимал тогда, хотя совсем был еще пацаном, молодым человеком, но понимал тогда, что в православии у нас ну, очень, будем так говорить, много разных фракций. Хотя церковь-то, она вроде как одна, да, патриарх один, тогда был патриархом Пимен, я ездил в Загорск, помню, подходил к благословению, за благословение к патриарху, был, значит, в Загорске, нынешний Сергий Посад, это троица Сергия Велавра, вот, прикладывался к мощам Сергия Радонежского, сейчас я уже не целую мощи, не поклоняюсь мощам, уже с 96-го года зарекся уже, подобного не совершать никогда больше, хватит с меня уже религиозных таких экспериментов, религиозного оккультизма и, значит, мракобесия. Это наносное, это, по сути, в православии, вообще в христианство, это имплантировано, религиозно-политически было еще византийский период, и, в общем-то, никакого отношения подобное, и подобные ей практики не имеют с христианством, ничего общего, никакого отношения к христианству не имеют. Это из мне пришло, я убежден, что должно и вовне, и уйти. Я, как православный реформатор, об этом много говорю, в общем-то, в семинарах, в проповедях своих, прочее. Вот, в эти три части я хочу рассказать малоизвестные некоторые факты из жизни царской семьи, вообще царизма, насчет царского самодержавия Российской империи. Сейчас мы живем в очень непростое время. По сути, мы видим возрождение, как бы, или, точнее, не возрождение, а попытки возрождения империи. Но не той царской, конечно, Российской империи, хотя, в какой-то мере, даже и той, но некой такой гибридной империи. Гибридной империи, где смешано очень причудливо и замысловато смешано и коммунистическая, значит, знаете ли, вот эта идеология, человеконенавистническая идеология, и православно-царская самодержавная идеология и много другого всего. Все это переплетено оккультизм с религиозным, с коммунизмом и прочее, прочее. И вот это все, значит, по сути, как попытка такая именно возрождение вот какой-то империи или рождение новой такой гибридной империи на останках как бы вот бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза. Вот, и здесь в Украине идет война, уже не первый год, льется кровь, гибнут люди, и, в общем-то, эта война по сути один из таких элементов вот формирования вот этой новой империи. По сути, здесь в Украине идет столкновение идеологий, не просто даже сепаратизм, как некоторые все представляют довольно упрощенно, не просто это терроризм, сепаратизм как-то или что-то еще, нет, это война идеологическая в первую очередь, и она совершается в первую очередь даже не в окопах, там на передовой в зоне АТО, или как она сейчас называется, ну, это война, российско-украинская война последние вот эти вот последние годы, она такая вяло текущая, но она трагичная очень, потому что много людей, уже тысячи людей погибли, и по всей вероятности еще многие тысячи погибнут, потому что конца и края этой войны не видно еще. Жалко, конечно, вообще страшная очень история, но уразумение того, что произошло сто лет назад, оно поможет уразуметь, знаете ли, сегодняшний день в библейском смысле, именно правильно в свете свете, это одно, а еще поможет нам правильно определиться и в своем взгляде на будущее, это очень важно. Конечно, вот эти три части, это мизер, совершенно мизер, я провожу семинары, изменяюсь, я очень, я коротко говорить не умею, учусь, учусь говорить коротко, но я привык к академическим часам, привык к семинарии, уже к училищу, к институту и в общем-то привык к таким недельным, двухнедельным и четырехнедельным семинарам, поэтому как бы я учусь сейчас коротко в этих семинарах говорить, в эти три части, Боже, помоги коротко все уместить. Вот, и сегодня моя молитва действительно, сегодня время и молитв, и покаяния, покаяние, кстати, покаяние в оригинальном библейском языке, когда мы Библии читаем, допустим, вот я тоже скачал, я рекомендую всем вам тоже, друзья, всем студентам своим я рекомендую, в обязательном порядке студентам, кстати, настоятельно рекомендую скачивать на свои гаджеты, чаще всего мы такими Библиями сейчас пользуемся, ведь скачивать на свои гаджеты, на компьютер, на телефон, на все Библии с номерами Стронга. Их много разных, сейчас, слава Богу, есть и платные, и бесплатные, всякие есть, в интернете я посмотрел, там огромный список есть этих Библий, выберите именно те, которые, я себе разным тоже скачал, вот, выберите те, которые именно с номерами Стронга, вот, и подключить эту опцию, чтобы видеть оригинальные тексты, оригинальные слова, и большое духовное удовольствие, радость такой доставляет именно изучение текстов, оригинальных текстов Священного Писания, тогда мы видим все, ну, в свете не своей конфессии, не в свете конфессиональном, деноминационном, не в свете религиозном каком-то своем, да, своим, воображаемым своем, а в истинном свете этого слова, слово в истинном свете слова Божьего, вот, как, допустим, там, классическая цитата, пример такой классический приводят обычно в школах библейских, там, значит, человек будет, Павел пишет, апостол, будет покорен всякой власти, потому что всякой, потому что власти, нет власти не от Бога, существующая власть Богом установлена, там, прочее, сейчас не помню дословно уже, вот, и, конечно, значит, синодальный перевод, он, знаете ли, провоцирует, вот, такое, знаете ли, отношение, что все, значит, вся власть, она полностью божественна, обожествление власти, вот, и, конечно же, Бог, далек от подобного безумия, знаете ли, и слово Божье, оно ни в коем разе, на самом деле, в оригинальном тексте такого не учит, вот, но, как вот, сами семинаристы мы, я в Загорске, в первый раз это слышал, так интересно, в Загорске, ну, нынешний Сергий Посад, 87-88 годы, как раз, общался с семинаристами, но я общался с ребятами, которые уже заканчивали уже семинарию, тогда уже, были выпускниками тогда уже, да, 88-й год как раз, юбилейный, тысячелетие Крещения Руси было, как раз патриарх Пимен выходил к нам, значит, там, и торжество было, все там, да, интересно было, конечно, и вот, и от семинаристов я слышал такое выражение, сильно дальний перевод, сильно дальний перевод, ну, как обычно мы говорим, сильно дальний, а это сильно дальний, потому что многие вещи в этом переводе, они, к сожалению, не просто являются ошибками переводчиков, но являются, к сожалению, заказными, религиозно-политическими исковеркиваниями текстов Священного Писания, в угоду конфессии, в угоду православию, тогдашнему царскому самодержавию и прочее, вот, и в эти три части я хочу рассказать о том, как, значит, о трагедии коммунизма вообще, о трагедии царского самодержавия, хочу рассказать о том, что погубило царскую семью, именно антисемитизм, антиевангелизм, значит, преследование евреев, преследование евангельских верующих и религиозный оккультизм, в частности, вот, уже вышеназванные почитания мощей там и прочее, 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 ну, и спиритизм, конечно, такой светский оккультизм будет, так говорить, есть религиозный оккультизм, есть светский оккультизм, хотя, в принципе, хрен и редки не злаще, это одного поля ягода, это одна проблема, просто, под разным соусом это блюдо подается, под религиозным или под светским соусом подается, вот, поэтому, Поэтому будь то астролог какой-то гадатель, или там ворожея какая-то, или кто-то еще экстрасенс какой-то, допустим, это одно, под одним соусом оккультизм подается под светским, нерелигиозно порой, чаще всего. А, допустим, почитание мощей, целование икон, допустим, у меня здесь тоже есть изображение, это хоругв висит у меня здесь, одна из наших хоругвий церковных. Вот, повесил так вот, как штандарт такой, да, значит, но изображение, это одно, вот у меня здесь изображение тоже, по ноге епископский медальон, крест, вместе, вот, в сочетании, ну, означает, что, как бы, я есть тот, кто я есть, архиепископ. Вот, но, знаете ли, если я буду почитать эти изображения, это уже вот все, это уже оккультизм религиозный, потому что написано, не поклоняйся им и не служи им, вообще-то даже и не делай, но из не делай есть исключение. И возможно исключение, тем более в новозаветное время. Вот, но из не поклоняйся и не служи, нет никаких абсолютных исключений, и не может быть абсолютно даже, даже, даже теоретически, тем более практической жизни христианской. Вот, дамы и господа, и мы живем в интереснейшее время, конечно, переходное, переломное время. Я уже говорил о попытке последние годы, на протяжении последних, вот, порядка 20 лет идет процесс, попытка создания новой империи, нового такого образца, гибридной империи. Ради этого ведутся такие гибридные войны. Вроде как бы они есть, вроде бы этой войны как бы и нет. Я упомянул, допустим, вот, продолжающуюся, уже не первый год, такую российско-украинскую войну, но ее официально нет. Ни украинские власти, ни российские не признают, и ни тем, ни другим нет интереса признавать, и нет выгоды никакой признавать эту войну. Но она есть, она есть, и я думаю, что только лишь слепой это не видит, и глухой это об этом не слышит. Вот, я думаю, что любой нормальный, адекватный человек уже это понимает прекрасно. Уже десятки тысяч погибших на этой войне, братоубийстве на войне, вот, десятки тысяч коллег, инвалидов, вот, и это десятки тысяч вдов, сирот. Это все, знаете ли, еще не одно десятилетие будет заживать, если это сейчас остановится безумие, по милости Господней. Конечно, я надеялся на вчерашнюю встречу лидера свободного мира, президента Соединенных Штатов Америки, Дональда Трампа, с президентом Путиным. Я очень надеялся, что Дональду Трампу Бог даст мудрости поставить на место Путина и остановить эту войну. Но, может быть, так оно и будет, я не знаю, может так оно и произойдет. Продолжаю молиться, но пока, видимо, ничего такого не произошло. Но я верю, что Бог, не просто Трамп, Трамп это человек. Да, Бог его использует, Бог его использовал в этом году, в прошлом году, потрясающим образом, конечно, слава Богу. Бог его использовал в том, хотя бы даже, в том, чтобы Иерусалим официально провозгласить на весь Божий мир столице еврейского государства, возрожденного государства Израиля. Даже одно это, даже если взять, уже как бы Дональд Трамп сделал себе имя, уже мировое имя. Вот, слава Богу, за многие другие реформы в течение года, на протяжении одного лишь года правления своего, значит, президентства, он сделал там больше, чем многие президенты вместе взятые, предыдущие. Да, только лишь можно сравнивать с Рональдом Рейганом, наверное. Кстати, Рональд Рейган, он был все-таки мужественным человеком, и империю зла, в общем-то, безбожный, атеистический СССР, во многом разрушение, как бы, да, падение, это его заслуга. Без всякого преувеличения. Конечно, это Божья вся слава, Богу вся слава за падение Советского Союза, за эту величайшую победу, значит, 20-го столетия, величайшее чудо 20-го столетия, одно из величайших чудес 20-го столетия, разрушение империи зла, падение безбожного атеистического, по-гречески атеистического, но по-русски мне, наверное, больше нравится. По-русски очень такой выразительный язык, безбожного Советского Союза. Ну, можно по-гречески, как привычно тоже, атеистического Советского Союза. Впервые в истории на шестой части суши родилась империя такая, вот, страна из разных народов земли, которая заявляла открыто, официально, публично, что Бога нет, не было и не будет. Вот, и эта империя была разрушена в наших глазах. Слава Богу, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже Всемогущий, за падение Советского Союза, слава Тебе, Боже Всемогущий, за чудеса Твои, за возрожденный Израиль, за Иерусалим, столицу еврейского государства, благодарю Тебя за вообще образование Израиля, во имя Христа Иисуса, аминь. И этот год вообще, год, 2018 год, это год для нас, библейских мыслящих, евангельских верующих христиан, неважно, кто мы, православные, протестанты, католики, если мы библейские мыслящие, если мы евангельские верующие, то для нас этот год является годом 70-летия возрождения Израиля. Вот, это отдельная тема, я об этом тоже семинары провожу, но сейчас хочу вернуться к тому, с чего начинал, собственно, к столетию убийства, произошедшего в Свердловске, ой, Екатеринбурге, Екатеринбурге, потому что он потом был назван Свердловском, я был в Свердловске много раз, значит, и до возвращения старого наименования, теперь это снова Екатеринбург, вот, и, в общем-то, да, в Екатеринбурге, в доме Пати, как купца, была эта трагедия, это убийство, массовое убийство, просто убийство целой семьи и приближенных, царской семьи, друзей ее. И эта трагедия имела свою очень такую страшную предысторию. В этой части, в первой части, я, наверное, расскажу о самом Николае. Дело в том, что Николай II, он продолжил политику своего батюшки, своего отца, императора Александра, прозванного Третьим уже, Александр Третий. Он, Александр Третий, был яростным антисемитом и гонителем Церкви Божьей. Я имею в виду истинной Церкви Божьей, не вот такой, вавилонской такой подстилке, а именно настоящему, настоящее христианство он ненавидел просто-напросто, вообще, искоренял всячески. Александр Третий был яростнейшим гонителем Церкви Божьей, Церкви Бога Живаго. Он хотел поколебать столб и утверждение истины, но ничегошеньки у него не произошло. Такие, как Нерон, такие, как Диоклетиан, такие, как Александр Третий, они приходят и уходят. Но Церковь Божья стоит, стояла и будет стоять. Слава Христу! Потому что Иисус сказал, я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. И Николай Второй, он, по сути, в своем правлении продолжил безбожие своего отца, Александра Третьего. И это очень печально. У него был шанс начать свое царство по-новому, начать свое царство по-другому, на других основах. Но, к сожалению, он избрал путь Каинов. Он избрал путь смерти. К сожалению. И Александр Третий. Чтобы понять сына, надо понять отца. Потому что яблоко от яблоньи недалеко упало. И нам нужно рассмотреть эту яблоню получше. Да, по сути, если в семинарах библейских школах, я, конечно, более детально это рассказываю, более подробно разъясняю. Мы весь, всю семью Романовых, вот так вот, по именам изучаем. Хотя бы немного. Но самое основное нужно знать. Вот. Проклятие семьи Романовых, оно с самого начала, в общем-то, этой семьи, царствования этой семьи, оно имело место. Достаточно вспомнить Алексея Михайловича, тишайшего, так называемого, Романова. Тишайшего, но мы знаем, в Тихом Омуте там черти водятся. И действительно, при этом, так называемом, тишайшем, самое страшное злодеяние произошло не только столетие, но тысячелетие, я имею в виду, для русской православной церкви. Великий раскол произошел, море крови было пролито и слез, и последствия этого раскола до сих пор не исцелены. Вот. И по мнению старобляческих историков, я общался с Сергеем Дурасовым, с другими старобляческими историками и служителями. Так вот, по мнению старобляческих историков, более миллиона человек было убито. Просто-напросто обезглавлено, накол посажено, сожжено живьем и прочее, прочее, прочее. Другими видами казни убиты. Поэтому самое начало даже царствования дома Романовых, я уж Михаила не беру, Романова, потому что, собственно, о нем-то ничего можно и даже не скажешь. За него там правили. Но первый, действительно, царь уже, значит, это его сын Алексей Михайлович. Вот. Он был отцом Петра Первого. Вот. И при нем этот раскол произошел. Кстати, раскол этот начался, и эта бойня страшная, кровушка пролилась, значит, да, это страшно. Так вот, раскол начался ровно через 666 лет после Крещения Руси. Вот сейчас тоже этим летом вспоминается Крещение Руси. Тысяча тридцатилетия Крещения Руси, Украины. Здесь вот как раз празднуется в Киеве, на берегах Днепра мероприятия проводятся. Вот. Я провожу семинары и на эту тему тоже. Вот. И я как православный архиерей, как православный священнослужитель являюсь категорическим противником празднования подобного юбилея. Празднование как праздник, извините, празднование как в смысле праздника. Так. Для меня это день трагедии. Это день... Это юбилей, или как, ну не юбилей, это годовщина трагедии. Но ни в коем разе не праздник. Ни в коем разе. К сожалению, даже один из красивейших соборов Украины, и не только Украины, так вот, Руси целой, так вот, он посвящен князю Владимиру, который тысяча тридцать лет назад стал палачом своего же народа. То есть это еще дальше история, я углубляюсь еще дальше в историю. Николай Лесков написал о князе Владимире, он принял христианство, но не принял Христа. А о крещении, так называемом крещении Руси, он написал, Николай Лесков, великий русский писатель, Русь была, говорит, крещена, но не просвещена. Но до самых Романовых продолжалась больше или меньше религиозно-византийская система. Но ровно через 666 лет после начала крещения Руси эта трагедия разыгралась. А де юре, она свершилась, как бы, соборно, в смысле, оно свершилось в 1666 году, тоже 36-ки к ряду. Ну, правда, чтобы население не сильно пугалось, собор продолжили на следующий год, в 1667, и завершили в 1667, но дело уже было сделано, и народ-то уже, как бы, зачесал затылки. Вот это да, ровно через 666 лет началась вот эта вот вся эпопея с новыми обрядами, насаждать их силою оружия за место старых обрядов. Это ладно, еще полбеды, но, как бы, окончательно де юре это стало законом для церкви русской и православной в 1666 году. С анафемой на все старые обряды, по которым молились на протяжении 666 лет, до того молились себе, в ус не дули христиане православные. Мы даже не думали, что есть какие-то новые обряды. Но затем новые обряды были насаждены, это не реформация, по слову Божьему, это была, по сути, деформация. Это не реформация, деформация. Реформация это покаяние, это возвращение к хорошо забытому старому, к основанию, это исправление, работа над ошибками, а это порча была лишь в церкви. Вот, и служений, и обрядов, и прочее. Но более подробно я в семинарах по истории христианства об этом рассказываю, более детально. Так, о, время идет очень быстро. Я сейчас буквально еще минут 10 продолжу и буду завершать уже, потому что надо к следующей части готовиться. Вот, и, дамы и господа, но с началом царствования Романовых, вот, страшное проклятие было высвобождено. Если можно так выразиться, Романовы с самого своего начала, именно с Алексея Михайловича отсчет можно так вести. Потому что Михаил Романов, я подчеркиваю, первый Романов на троне, он, по сути, был марионеткой в руках. Ну, и при нем тоже уже бардак начался. Вот, значит, при Алексея Михайловича, вот, был открыт такой некий ящик Пандоры, будем так говорить. Было совершено страшное злодеяние. И на протяжении всего остального правления дома Романовых, на протяжении 300 лет правления дома Романовых, это беззаконие продолжалось. Все дальше и дальше. То есть, по сути, Романовы, они строили на крови свое царство. Любое царство, конечно, в какой-то степени на крови, но здесь была несправедливая кровь, совершенно несправедливая, невинная кровь. Господи помилуй. Вот, и гонения на христиан православных старого обряда, старобрядцев, так называемых, продолжались до самого, включая царствования Николая II. Вот, но я ваше внимание обратил на тот факт, что предпоследний русский царь, Александр III, был яростным гонителем христиан. Вот, он был, формально он был христианином православным, формально он даже был главою церкви, потому что в своде законов Российской империи было прописано, глава церкви, его императорское величество. Он был набожен в свою, так, в меру, как и большинство людей интеллигента, интеллигенции того времени. Но, знаете ли, он был далек от мистики религиозной, конечно, он больше практически подходил к вопросу религии. Вот, но он обозначил два врага, два внутренних врага. Он обозначил два друга России, Российской империи, и два врага, главных Российской империи. Два друга мы знаем, да, каких? Обычно цитату эту, многие, кто соприкасался с историей российской, эту цитату помнят. Что у России нет друзей, кроме двух ее друзей. Это ее армия и ее флот. Но, как мы потом увидели, уже в начале 20 века, что это были очень плохие союзники и очень плохие друзья, которые кинули при первой же возможности и армии, и флот. Все это строилось, опять-таки, это все, ну, знаете, вот пыль в глаза. Как говорят, русский понт дороже американского доллара. Это были все такие, как вот, грубо выражаясь, религиозно-политические понты. Огромная армия, Коля Кровава, Кровоманьяк. Ну, один маньяк убил другого маньяка, но Николай, царь, кстати, он, да, он в историю вошел тоже как Кровавый, действительно. Ну, а те, кто убили его, как вот, они пошли еще дальше. И они стали Кровавые из Кровавейших вообще даже. Если Николай II был такой маниакальный, то те, кто убили его и продолжили безбожие, они стали маниакальными из маниакальных вообще. Вот. То есть, как в прогрессии стало зло усиливаться. Это лишний раз доказывает, что, не лишний раз доказывает, что, значит, что действительно зло злом бесполезно уничтожать. И действительно, война должна закончиться здесь. И зло должно закончиться здесь и здесь. И познаете истину написано. И истина сделает вас свободными. Еще великий чешский реформатор Ян Гус. Я на лекциях его обычно по-русски называю. Иван Гусев. Ваня Гусев. Или Ян Гус. Он говорил, что истина ничего другого не делает, как только лишь освобождает. Или истина – свобода. Истина – это всегда свобода. Мы говорим истину, подразумеваем свобода. Мы говорим свобода, подразумеваем истину. Слава Господу. И Александр Третий, при нем же как раз проходил этот безбожный, так называемый, православный Третий Миссионерский Съезд Духовенства в городе Казани в 1897 году. Эти материалы я выкапывал по крупицам из архивов, по крупицам из библиотек. Работал в библиотеке Ленина, работал не одно лето, а просидел с утра до позднего вечера в библиотеке Ленина в Москве. Потом в Химках, хранилище, журнал и газет. Все эти вот дореволюционные газеты перерыл. Просто тысячи и тысячи, знаете ли, этих газет пересмотрел, сделал выписки. По крупицам находил эти материалы. Мельгунов в книге своей «Церковь и государство в переходное время» пишет об этом. Другие историки, многие, касаются этих тем, но так вскользь, знаете ли, вскользь. Потому что это не очень популярная тема, и, честно говоря, на ней лежит некое такое табу до сих пор. Религиозно-политическое табу определенное. И сильные века сего никак не заинтересованы, как правило, в правде, в истине. И историю каждый раз переписывают, да, согласитесь, каждый раз переписывают. Особенно наше поколение. Вот мы средний возраст, вот на постсоветском пространстве свидетели переписывания истории уже не раз уже, да. Вот Сталин хороший, Сталин плохой, Сталин хороший, Сталин плохой. То есть, вот, допустим, там Ленин хороший, Ленин плохой, Ленин хороший и хороший опять. То есть, ну, переписывание истории происходит. Царь Николай плохой, хороший, плохой, хороший, теперь наихорошей, или даже святой даже. Вот, и прочее, прочее, прочее. Так и так все, фактически всегда. Просто в некоторые эпохи это очень так выпукло, это очень вычурно. Вот как в нашу эпоху, допустим, да, переломную такую. Вот, значит, но, дамы и господа, братья и сестры, дело в том, что переписывание истории всегда происходит, и это неизбежно. Пока мы живем на этой планете, это неизбежно. Пока мы живем в этой земной хижине, это неизбежно. Но наша задача, как христиан евангельской веры, библейской веры, библейского мироощущения, переписывать историю в угоду, не как вот в миру обычно, или в отступнических церквях существует практика переписывания истории в угоду сильным века сего. А в угоду Господу Богу Всемогущему наша задача переписать. Есть и светлый момент в его правлении, он подписал манифест о свободе вероисповедания в конце, да, пятого года, в отличие от предыдущих императоров. Но опять-таки, он подписал этот манифест, когда уже пролились реки крови и слез. Боясь за свой трон, значит, это было мерой, просто-напросто попыткой спасти положение и выпустить пар народного негодования. Но этот манифест, он был, а так и остался лишь на бумаге. Это констатировали в 17-м году члены Временного правительства во главе с Александром Керенским. Что этот манифест, он просуществовал максимально лишь полгода или год. Уже в 2006 году это констатировал союз 32-х петроградских священнослужителей. Значит, в Петрограде уже в 1906 году уже этот манифест фактически, де-факто, он не действовал уже. То есть, это было лишь попыткой, как и другие манифесты, это были филькины грамоты. Никакой силы они не имели практической. Хотя, конечно, да, в конце пятого года и начало шестого года стали проходить некоторые евангельские христианские собрания. Полиция по-прежнему контролировала, проводила аресты, но уже не массовое задержание. И, в общем-то, можно было добиваться некоторых наконюшенных, допустим, служений евангельским христианам. Но, опять-таки, это в конце пятого года. Вспомните, господа, чем начинался 1905 год. Кровавое Рождество, кровавое воскресенье, массовая бойня мирного населения, которые вышли помолиться. Но об этом я буду говорить уже в следующей части. Ну, а сейчас, значит, о Александре Третьем. При нем был проведен съезд духовенства. Миссионерский съезд, который, по сути, принял, не по сути, а принял проект, единогласно принял проект геноцида. Массовое убийство, массовое убийство российских подданных, евангельских верующих, протестантов и всех, кто, всех инославных, по сути, христиан. Предполагалось убить сотни тысяч христиан разово. Каким образом? Выслав их за полярный круг в специальные концентрационные лагеря. Обычно, вот мы вспоминаем, вот в этом году, кстати, тоже будет столетие, да, столетие, кстати, столетие, столетие исполняется, по-моему, со дня подписания первого в истории человечества закона о концлагерях. Да, зимой, как раз, 18-19 годов, да, первые концлагеря были созданы вообще. Это страшная история, это самая, или, ну да, это самая отвратительная страница в истории всего человечества. Вот, и, конечно, обычно мы вспоминаем немецко-фашистские концлагеря, Бухенвайн, там другие, да, конечно, знаете ли, об этом просто много говорят и много пишут. Об этом много фильмов снято и прочее. Но история ГУЛАГа намного более кровавая, намного более, и по времени намного более продолжительная, советских концлагерей. И по количеству жертв намного больше Гитлер, это просто-напросто, по сравнению со Сталином, по сравнению со Сталином, он просто-напросто еще так вот, значит, Гитлер Юнгенд, или Сталин Юнгенд, он еще совсем школьник. Потому что таких размахов, которых достиг Сталин, Гитлеру даже и не снилось. Вот, может быть, если бы Третий Рейх победил, и, в общем-то, подобное было бы. Но за все время Третьего Рейха немцы не приблизились там даже к десятой части того, что знал тогда уже Сталин, Иосиф Джугашвили. Да, страшная история. Так вот, обычно мы вспоминаем, даже есть в календаре ООН, есть День Констлагерей. Да, это общечеловеческая трагедия, общечеловеческая боль, знаете, друзья. Вот, и обычно вспоминаем мы первый закон в истории человечества, Де Юре, да, закон был подписан Владимиром Лениным, декрет о концлагерях так называемый. В конце 18-го года, как раз будем отмечать столетие, вот мы, концлагерей, тоже там такую страшную кровавую дату, годовщину, юбилей такой, да, страшный. Вот, и во главе с обнаркомом он был, советского правительства, тогда первая годовщина была советской власти, праздновалась. Вот, и большевистского переворота, октябрьского переворота, он в то время так и назывался переворотом. Это потом уже при Сталине он был назван Великой Октябрьской Социалистической Революцией, что ни слово, то ложь. Он не был ни Великой, ни Октябрьской, ни Социалистической, ни революции не был. Это был переворот именно большевистский местечковый переворот, И потом уже просто водка и раздача оружия все сделала дальше. В общем-то, беспощадный и безумный бунт русский. Много ума не надо, знаете ли. Вот, но, друзья, конечно, Ленин, он вошел в историю, как, допустим, страшный человек, подписавший первый в истории человечества самые кровавые законы. Декрет об абортах, его знаменитый, первый в истории человечества. Ни одна страна в мире, сколько существует человек на этой земле, хомо сапиенс, человек разумный, уже 5778 лет. И за все эти годы, ну, до того, до Ленина, никому в голову не приходило исправителей, даже самых безбожных, подобный закон вводить в действие. Знаете ли, но он вел подобный закон и подписал. Его подпись вошла в историю. Декрет Ленина об абортах. В начале 20 века это казалось научно. Он считал, что это нерожденный ребенок, это лишь часть материнского организма. В начале 20 века многие ученые так и считали, на самом деле. Но сейчас это, конечно, современные ученые, это лишь может просто посмеяться над невежеством тогдашних своих коллег. Но так было, к сожалению. И декрет Ленина о концлагерях. Но мало кто знает, что за 20 лет до того, в 1897-м проект концлагерей был принят православной церковью, православными иерархами для всех протестантов, для евангельских верующих, российских подданных, я повторяю. И лишь чудо спасло людей от массовой бойни. Хорошо. Через 15 минут буду продолжать вторую часть. Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Я благословляю всех вас. Благословляю Киев, Украину, благословляю Россию, благословляю всю нашу истрадавшуюся планету. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, друзья, не переключайтесь, как говорится, через 15 минут продолжим.